Салют, друзья, у микрофона Мейстеркей, вновь добро пожаловать в КРМБ! Наконец-то мы вернулись обратно в криминальную Россию после месяца, проведенного на необитаемом острове. Слава богу, спасатели все-таки до нас добрались, и мы вернулись обратно в город Южный. И мне уже не терпится узнать, что там происходит в деревне Корякино, которую мы собирались застраивать на те миллиарды, которые заработали на добыче нефти. Мы специально с бабкой оставляли деда, чтобы он присмотрел за деревней Корякино, и я очень надеюсь, что он справился со своей задачей, потому что мы тут очень давно не были. Мы не знаем, как изменилась ситуация в криминальной России, и поэтому остается только надеяться, что наш дед Оукаш не подвел. Ну а тебя же я приглашаю тоже начинать свою игру на 11 сервере Radmir RP. Скачивай лаунчер по ссылочке в описании, при регистрации указывай мой ник RomanKey, а потом через меню вводи мой промокод MrKey. За них вы получите 100 тысяч рублей при достижении 4 уровня, на который сможете начать свое развитие. Единственное, что меня радует, то что жизнь продолжает своим чередом. Машины ездят, поезда ездят, птички поют, все продолжают работать, играть в казино и наслаждаться жизнью. Ох, а вот она и старая дорога к деревне Корякино. Как же я по ней уже заскучился. Хочу вам напомнить, что мы строили дорогу собственными руками на деньги, которые мы получили с нефтедобычи. И после того, как мы открыли новую нефтеплатформу в океане, мы теперь сможем построить тут, снести нахер все эти дома и построить тут гигантские небоскребы. Начало уже было когда-то положено, мы сделали вот эту вот прекрасную школу, но осталось лишь найти деда и узнать, как здесь дела. Так, это что у нас здесь? Собрание какое-то? Давайте узнаем поподробнее, что там происходит. Слава великому королю! Слава великому королю! К какому еще к черту королю? Вы кому поклоняетесь? Здесь что, секта какая-то образовалась? Дед? Дед, ты во что нарядился? Что тут происходит, дед? Почему они называют тебя великим королем? Дед, что тут происходит? Объясни мне, пожалуйста, здесь какой-то праздник что ли или что? Да хватит уже кричать, слава великому королю, тут нет никого великого короля. Что вы тут устроили? Тихо, или брошу тебя в тюрьму! Дед, ты офигел так со мной разговаривать? Я твой внук как бы, тут твоя бабушка стоит. Ты вообще в своем уме, нет? Дед, у тебя, мне кажется, от алкашки уже крыша поехала. Никакой ты не король, я не понимаю, кем ты себя возомнил и почему люди начали за тобой следовать. Тут даже богатые какие-то миллионеры и то кричат слово королю. Как ты вообще убедил жителей Корякина называть тебя королем? Аверен. Дед, скажи честно, это розыгрыш какой-то. Ты решил нас с бабушкой разыграть таким образом? Все, хорошо, посмеялись, это было весело, ха-ха. Но думаю, все, розыгрыш закончен. Тихо. А ну успокоились, иначе убью. Это не розыгрыш тебе. А ну, ребят, разделайтесь с ними. Дед, ты офигел? Против собственной семьи, против собственной бабушки. Не бейте нас, бабуль. Бабуль, отходи от них. Это просто паразиты какие-то. Дед нас пытается сделать своими собственными рабами. Сюда. Офигеть просто. Приехали, называется, в деревню Корякина. Нас не было всего лишь пару месяцев здесь. А за это время уже все изменилось. Дед провозгласил себя королем. Собрал себе подданных. Собрал себе охрану. И я чувствую, даже отберет мой Роуз-Ройс. Вы поглядите, какой автопарк он себе забабахал? Наверняка там его рабы трудятся на плантациях, на этих фермах. И собирают ему деньги. Будешь тут умничать, я тебя рот закрою. Все, ребят, тихо, тихо. Мне не нужны проблемы. Я не хочу себе проблемы со здоровьем. Слава королю! Слава королю! Да, да, слава королю. Я не знаю, что делать. Нас поработили и теперь заставляют тоже кричать слава королю. Не будешь подчиняться, а тебя убьют. О, что мне здесь шепчет, то, что меня убьют, если я не буду подчиняться. Но я не такой, если я буду еще планировал. У меня на банковских счетах миллиарды рублей. Миллиард долларов, черт побери. И что? С таким огромным счетом я должен поклоняться какому-то старому пердуну, который напялил на себя балахон? Он зачем-то решил нас к себе подозвать. Что такое, дед? Точнее, что такое король, конечно же. Да, какой дед? Это же король теперь. Король Кей. Где вы пропадали? Попадали. Дед, так такое дело, понимаешь, мы застряли на непитаемом острове на месяц. Еле там людей, да, занимались каннибализмом, убивали их и пытались выжить любой ценой. Вам было весело там, да? Нет, конечно, нам не было там весело. Мы боролись за жизнь каждый день, дед, о чем ты говоришь? Ага, странно. Раз вам там было скучно, устрою я вам свои забавы. Какие еще забавы, дед? Давай заканчивай свой спектакль. Вы должны схватить какого-то слугу и поджарить их на костре, а потом съесть. Хе-хе-хе-хе. Дед, ты что совсем из ума выжил? Мы на острове занимались каннибализмом, приехали в нормальную, цивилизованную криминальную Россию, ты предлагаешь сейчас съесть какого-то из этих безобидных людей? Твоих подданных, черт побери. Приступать. Бабушка, я даже не знаю, что нам делать, нас убьет, если мы не выполним ее просьбу, но я не хочу брать на себя ответственность за смерть кого-то из них. Давай ты выберешь, давай ты выберешь, кого мы будем есть. Раз они поклоняются королю, то, может быть, они даже будут не против, чтобы король их съел. Тебе не кажется, что это бред? Бабка, нас убьют сейчас, выбирай давай быстрее кого-нибудь, пока дед не разозлился. Ты что, выбираешь самого старого? Самого старого из всех? Господи, какая же ты жестокая бабка. Вместо того, чтобы выбрать какого-нибудь богатого пижона или он-гопника, ты выбрала самого старого, который еле на ногах держится. Уважаемый король, мы будем есть вот этого вот старика. Хорошо, приступайте. Разжигайте огонь. Жестоко, конечно, за этим наблюдать, как бедного старичка тащат на горячий-горячий огонь. Мы уже наблюдали за этим много раз на острове, но там-то, там-то у нас не было выбора. А здесь, здесь просто наш обезумевший дед, который проразгласил себя королем, решил позабавиться. И теперь заживо поджаривает этого бедного старичка Андрея. Это слишком жестоко. Ну, пожалуйста, дед, ну отдумайся, ну что ты творишь-то? Горига неясна. Да что вы такое говорите, на месте этого человека мог казаться любой из вас. Бабка сама сделала такой выбор. Она могла выбрать любого из вас. Начал есть мясо. Черт, если о таком узнает полиция, я думаю, мало не покажется. Дед, у тебя есть еще шанс одуматься, у тебя есть еще шанс спасти его. Как вкусно. Просто вкуснятина. Господи, у меня в голове уже все наперемешку. Как будто я обратно попал на необитаемый остров. Мы снова продолжаем наше выживание. Я не понимаю, что творится с этим миром. Великий обед до великого короля. Ладно, лучше не выделяться, поэтому тоже скажем. Великий обед до великого короля. Да, эхэм. Главное, чтобы дед не решил собственного внука съесть. Эх, ну вот и все. Подкрепились мы дедом. Я, разумеется, его есть не стал ни в коем случае, но так или иначе его съели до последней косточки. Не оставили даже его половой орган. Даже его дед высосал, как райское наслаждение. Ужасно, ужасно. Что ты мне хочешь сказать? Второе задание? Ты что, издеваешься? Какое еще второе задание? Тебе этого мало, что ли, было? Сломать какой-нибудь дом и построить мне дворец. Что-что, простите, уважаемый король? Вы хотите, чтобы мы что-то сломали из этих деревянных домов и... И вместо него построили вам дворец? Вы что, издеваетесь? Приступать! Слушайте, а ну он реально уже провозгласил себя настоящим королем. Я как бы не собираюсь сейчас строить деду настоящий дворец в деревне Корякино. У меня были другие планы на эту деревню. Пускай они сами обслуживают этого короля. Я не собираюсь подчиняться своему собственному деду. Подчиняться человеку, у которого крыша поехала, это... Это просто бред. Ну блин, они просто набросились на чей-то дом и начали его ломать. Тут даже велосипед, наверное, мальчуганок, который тут живет, стоит. Они просто нагло начинают ломать его дом. Обезумевшие люди. Бабка, а ты-то куда пошла? Бабка, ну ты-то что делаешь? Ладно, наверное... Наверное, мне тоже надо все-таки начать ломать этот дом. Иначе дед меня потом отправит в темную темницу и запрет там надолго. У меня такое ощущение, что это просто какой-то сон. Я реально попал в какую-то сказку с злым-злым королем, которому я подчиняюсь. Мне нужно вырваться из его плена. Ух, не думал, что в деревне Корякино появится такой красивый дом. Это первый красивый дом, который мы здесь построили после школы. И то он даже красивее школы получается. Черт, ребят, постарались вы на славу. Тут что-то все построились. Нужно с бабушкой поговорить. Эй, слышь, Валерка, подвинься. Надо рядом с бабкой встать. Я думаю, нам нужно убираться отсюда ко всем чертям, потому что дед окончательно спятил. Мне он нравится. Так, я рад, что дом деду нравится. Бабка, псссс, надо валить отсюда. Как можно быстрее. А теперь приступим к третьему заданию. Он уже третье задание там говорит, надо валить прямо сейчас. Короче, сейчас он будет третье задание начинать и сразу убегаем отсюда. Мне стало очень скучно, поэтому вы будете меня развлекать. Сейчас будет мясорубка. Какая еще мясорубка, дед? Что ты там придумал себе? Ваша задача будет выжить. Так, короче, как я понял, дед сейчас задумал мясорубку на бензопилах. Вы представляете себе? Он хочет устроить бойню на бензопилах. Ему мало было одной смерти. И человека, которого мы съели, он теперь хочет нас всех перерезать. Так, бабка, мы не должны в этом участвовать. Нам нужно как-то отсюда незаметно свалить. Ой, не нравится мне это, не нравится совсем. Дед совсем спятил. Собственно, внука, собственно, бабку заставляет на бензопилах драться. И убежать отсюда никак не получится. Его охрана, мне кажется, сразу нас пристрелит. Но, знаете, можно попытаться убежать под шумок. Начинаем мясорубку! Блин, какая мясорубка! Бомж на меня поел! Отвали от меня! Чёрт побери, это какой-то бред! Это просто какой-то бред! Что здесь случилось за месяц в деревне Корякино, что дед так обезумел? Полиция! Полиция! Спасите нас! Козволь, откуда полиция издевает? Хватайте! Это он! Это он нас! Так, надо бензопилу бросить, во-первых. Это он меня полиция сейчас ещё прибьёт. Стреляет по мне. Не стреляйте, не стреляйте. Это всё дед. Это всё обезумевший дед. Аман, кто вызвал? Это всё дед, хватайте его! Лёг! Так, надо лечь. Надо лечь на землю. Всё, ложимся на землю. Действует ОМОН, поэтому надо обязательно сохранять, действовать по их приказам. Дед, ну я не знаю, о чём ты думал. Ты весь день сегодня устраивал просто какие-то безумные конкурсы. Тамада из тебя никакой. Ты сначала попросил убить человека, потом построить тебе дом. А теперь заставил нас биться на бензопилах. Разумеется, ОМОН бы приехал сюда. Кто-нибудь да вызвал его наверняка. Но я вообще не понимаю, что будет дальше. Это, это просто пипец. У меня в голове не укладывается, что тут происходит. Если у вас есть предположение, что произошло в деревне Корякино за то время, пока я здесь отсутствовал, то обязательно напишите в комментариях. Потому что я, я уже не знаю, что тут думать. Всё, деда посадили в машину и увозят в полицейский участок, судя по всему. Я бы спас его, реально спас его. Но, блин, я, я не хочу с другой стороны спасать его, потому что он реально с ума сошёл. Мне кажется, ему надо отсидеться в тюрьме. Хотя его, скорее всего, посадят на пожизненное. Всё, можно вставать, я думаю. Бабка, ты жива хоть? Я вижу, тебя сильно потрепало. Ну и что теперь вы будете делать без своего короля? Я предлагаю так. Вы построили дом для короля. Живите. Пока живите в этом доме. А потом мы обязательно что-нибудь придумаем. Хотя нет, нет-нет-нет, я передумал. Я заниму этот дом, а вы занимайте любой другой дом. Всё, этот дом теперь принадлежит мне. Первый нормальный дом в Корякино. С гаражом. Надо ещё беседочку поставить и будет вообще шикарно. Ох, дед, спасибо, что построил мне дом. Ну, а будем мы вытаскивать деда из тюрьмы или нет? Может быть, он одумается и поймёт, что он творил какую-то дичь? Решайте вы в комментариях. Пишите, будем мы его вытаскивать из тюрьмы или нет. Надеюсь, вам понравилось это видео и наше возвращение в Корякино, в криминальной России. Ставьте зверские лайки, подписывайтесь на канал. Микрофон был Мистер Кей. Всем хорошего настроения. Удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...